Здравствуйте! Наш сегодняшний разговор пойдет о Томасе Мане, об авторе, которого по праву считают ключевой фигурой немецкой литературы. И он буквально пронизывает немецкую культуру. Он есть в ней в виде таких, я нарочно принесла разные издания с собой, таких простеньких роман-газет, например, можно почитать Томаса Мана. В самых, что ни на есть, незатейливых изданиях есть, конечно, Томас Ман и в гораздо более серьезных, собственно, книгах, которых он заслуживает, красивых, плотных, которые найдутся в домашней библиотеке любого образованного немца и вообще любого образованного человека на свете. Книжки, наверное, можно показывать долго, и они разные. Можно показать еще, и я привезла ее с собой, эту книгу, вот эту книгу. Представьте себе, не только самими произведениями Томаса Мана пронизана немецкая культура, но и книгами о нем, и всякого рода отсылками к его произведениям. Вот это, например, справочник по произведениям Томаса Мана. Его написал мой замечательный коллега Хельмут Коупман. И вот Хельмут Коупман много-много лет своей жизни, мы с ним, к счастью, знакомы, много лет своей жизни занимался изучением Томаса Мана. И это, как он сам сказал, малая толика того, что полезно знать, если ты читаешь Томаса Мана. Вот такой нам попался сегодня очень серьезный, очень серьезный автор. И к нему нужно основательно подготовиться. Поэтому я решила, что сначала мы должны обеспечить себе некоторые подступы, так скажем, к литературе. А потом можно еще что-нибудь почитать, если вы читаете по-немецки. Полезно почитать вот того же Хельмута Коупмана, профессора из Германии, все, что есть на немецком. Или на русском почитать довольно много разных работ у истоков Томаса Мана. Видение в России стоял, например, мой преподаватель, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Антонина Васильевна Русакова. Но о ней мы еще поговорим. Хорошо. Итак, все-таки подготовимся к приближению к этой вселенной под названием Томас Ман. Сначала всмотримся в общем и целом в культуру, из которой выросло его наследие. Как вы видите по датам жизни, 1875 год рождения, Томас Ман родился еще вполне в XIX веке, хотя обычно мы говорим о нем как о литераторе века XX. Из XIX века очень многое почерпнул Томас Ман, что он потом транслирует. В более современную литературу. И поэтому, мне кажется, нам нужно начать разговор с того, что представление XIX века о том, что такое литература, зачем она существует, вот эти представления претерпевают резкие изменения на рубеже XIX-XX веков. Томас Ман к этим изменениям особенно чувствителен, поэтому уже в конце XIX века эти изменения в его творчестве отражаются. Действительно, в XIX веке искусство рассматривают как некого посредника между мирами. Мир простых смертных, мир высших истин, мир объективной истины, мир божественной истины. И между ними литератор. Литератор, который берет на себя в значительной степени роль утешителя человечества и роль учителя человечества. Вот исходя из такой базовой модели мир простых смертных, мир высших истин, и между ними поэт, писатель, художник в широком смысле, как некий посредник, который транслирует высшее нам, простым смертным, вот из этой модели проистекают те задачи, которые приписывают литературе в XIX веке. И для того, чтобы нам об этих задачах поговорить не слишком серьезно, я приготовила первую картиночку. Ну, посмотрите. Если вы смотрите эту картинку, может быть, вы представляете себе, что я думала о том, что это бальзам, который проливается на душу, на душу человека, прежде всего, на душу читателя. Действительно, если на пьедестале стоит литератор, если мы вокруг него, XIX век так мыслит, если он транслирует нечто высшее, нечто совершенное нам, простым смертным, кто же утешит нас? А утешать нас есть основания, потому что жизнь человека становится все более дисгармоничной и тяжелой, и ему нужно утешение. Он чувствует приближающиеся бури и катастрофы духа, которые ждут человека в XX веке. Ему тяжело. Урбанизация, индустриализация набирают обороты. Человеку сложно к ним привыкнуть, увеличивается темп жизни, увеличивается количество впечатлений, которые мы с трудом можем усвоить. Конечно, человеку нужна помощь. И искусство обещает в XIX веке во всяком случае утешить человеческую душу красотой и гармонией. Во всяком случае, значительная часть такого рода произведений. Мы понимаем, что эта задача невыполнима, потому что утешение, утешение человеков во времена страшных исторических вихрей, конечно, не сработает с помощью литературы. Поэтому так называемая компенсаторная функция, функция, суть которой состоит в том, чтобы компенсировать ущерб, который наносит человеку цивилизация, вот эта функция оказывается невыполнимой. Вместо нее выполняется терапевтическая, легкая терапия, отдохновение человеческой души в пределах художественной реальности. Ну, эта функция может быть не обязательно интересна уж каждому литератору. Вторая задача, которая проистекает из базовых представлений о искусстве и о литературе в XIX веке, это задача дидактическая. Искусство призвано научать человека, наставлять его на истинный путь, учить его и даже пророчествовать, потому что пророчество, конечно, тоже есть разновидность поучения. И мы понимаем, что и эта функция оказывается не вполне, не вполне выполнимой. Научать человека можно, но не вполне очевидны следы и результаты этого прямого поучения. Тогда что же придумывают? Придумывают литературы еще. Еще в XIX веке придумывается другой способ попытаться усовершенствовать человека. Это предложить ему некое скопление разнородных элементов, например, в одном художественном произведении. Пусть это не будет прямое поучение, пусть здесь не будет строгости и ясности предшествующих представлений, пусть это будет некоторый художественный хаос, пусть это произведение произведет на нас впечатление, пусть произведение произведет на нас впечатление чего-то непонятного, загадочного, таинственного. Пусть мы всегда будем чувствовать, что смыслы ускользают, перед нами хаос. В этом хаосе, вот как дети, обучаемые по разным интересным методикам, в этом хаосе и читатель тоже сможет взять свое, то, что индивидуально его интересует. И может быть, даже если поэт и литератор уже не хочет стоять на пьедестале, потому что он не все знает, он не очень верит в то, что он может научить человечество тому, что ему и самому-то видится смутным и неясным. Но есть ведь надежда на то, что сам читатель возьмет что-то нужное для себя в произведении и будет развиваться в индивидуальном, интересующем этого конкретного читателя направлении. И может быть, он догадается о чем-то, он что-то поймет, что поможет не только ему, но, может быть, и другим людям. Немножко искусство такого рода, искусство, которое потом оказывается чрезвычайно важным именно для 20 века, похоже на бутылочную почту. Писатель пишет свое произведение, там нет ответов на вопросы, там больше вопросов, которые, может быть, более удачно сформулированы, чем мы могли бы их сформулировать сами. Больше вопросов. Или, может быть, каких-то вариантов, ответов там найдется больше. А вот такого ясного поучения, ясного наставления мы, скорее всего, там не найдем. Но это и приводит к особенной, чрезвычайно полезной для читателя литературе 20 века. Такой литературе, в которой осуществляется разговор почти на равных читателя и писателя с помощью текста. Читатель додумывает, читатель выбирает из текста то, что ему нужно. Читатель трактует текст очень на свой манер, так как ему лично важно и интересно. И таким образом как будто бы дописывает получившийся текст то, что отдает ему писатель еще не совсем произведение. Читатель получает, скажем так, полуфабрикат. Ему его нужно додумать, доделать, выбрать что-то для себя существенное. И только тогда, собственно, заживет произведение своей особенной жизнью в голове того или иного читателя. И можно будет снова и снова перечитывать текст, находя в нем новые смыслы. Вот Томас Манн был из тех писателей, которых полезно и важно перечитывать на протяжении всей жизни. И можно довольно легко убедиться в том, что каждый раз это будет иное произведение. Именно потому, что функция утешения, успокоения, функция дидактическая, прямого поучения, эти функции Томас Манну не так интересны. Он предлагает, предлагает читателю некий мир, который, как и всякий мир, можно увидеть в разных ракурсах, с разных точек зрения. И тогда этот мир откроет какие-то свои тайны. Но никогда не все, а только некоторые. И, может быть, таким образом вступая в диалог с человеком, которого давно уже нет на свете, с Томасом Манном, с его текстом, а, конечно, текст совершенно не равно писателю. это нечто живущее и своей самостоятельной жизнью. Вступая в диалог с этими двумя собеседниками, с текстом и с Томасом Манном, читатель может сделать свои открытия, и все это ему может пригодиться. И, кроме того, если читатель, ну, более или менее профессиональный, например, историк литературы, он может увидеть, как в произведениях Томаса Мана отражаются процессы, объединяющие самые разные произведения на протяжении XX века. И в этом смысле Томас Ман очень удобен для того, чтобы вообще поговорить о том, как выстраивалась мировая литература, всемирная литература, всеобщая литература XX века. И, в общем, немецкая культура, конечно, может погордиться тем, что именно она подарила миру такого писателя, с помощью которого можно осмыслить довольно обширные и многообразные художественные процессы. А процессы эти специфичны, это часто драматичные события, которые отражаются в литературе, влияют на нее, это трагические страницы человеческой истории, это катастрофы духа, это страшные беды, которые творит человечество в XX веке, создавая почти нерешаемые или едва решаемые проблемы. Но культура очень старается как минимум приблизиться к их решению, хотя бы тем, что она просто предоставляет людям некий материал для размышлений, художественный мир, осмысление которого может быть как-то поможет человеку сориентироваться и во всей остальной, так сказать, вне художественной реальности. Благодаря тому сумману и авторам, похожим на него, мы можем увидеть человека конца XIX века, который чувствует приближение века XX. секуляризация культуры достигла очень высокого уровня. Культура становится, секуляризация, культура становится все более и более светской и уже очень светской. Религиозные основания настолько ослаблены в социуме, не в жизни отдельного человека, но в социуме, что мир вместо целостной картины мира может восприниматься как некая груда осколков, которые как будто бы лежат перед каждым человеком рубежа XIX-XX веков. Вот то, что осталось от некогда целостной картины мира. Что же с этим делать? И, конечно, этот вопрос Томаса Мана тоже беспокоит. Вы можете спросить себя, что бы вы делали, если бы в самом, так сказать, материальном смысле перед вами лежали бы эти осколки, например, не на песке, а на столе, за которым вы сейчас сидите. Может быть, и этот вариант выбирают культуру, вы могли бы склеивать, складывать нечто, что вот сейчас рассыпалось, то вы будете утверждать утрачиваемую целостность в художественных произведениях и будете создавать произведения, которые похожи на саги, произведения, которые рассказывают некие протяженные истории о нескольких поколениях одной семьи, например. Таким образом, мы сможем увидеть, что есть какие-то взаимосвязи, что на них можно опереться, что все-таки не все рассыпалось на мелкие, на мелкие мельчайшие частицы. Так можно делать, и так тоже поступает Томас Манн. Мы будем говорить о его романе «Буденброке». Это история одной семьи, действительно, и мы воспринимаем историю этой семьи как некое довольно целостное повествование. Другое дело, что у этого романа есть подзаголовок история гибели одной семьи. Это будет трагически окрашенная целостность, и там будут некоторые зазоры, некоторые пустоты, которые нам с помощью текста не удастся заполнить, но, может быть, мы что-то додумаем, что нам не подскажет текст. Но в любом случае это будет трагическое и грустное повествование. Томас Манн пытается так работать, и так поступают и многие литераторы рубежа XIX-XX веков сохранить целостность в изображениях. Ну вот так, как возможно. Не все возможно, но что-то все-таки удастся. Что-то удастся рассказать до того, как вот эти саги, эти целостные повествования постепенно перетекут в разряд популярной культуры и дойдут, так сказать, до наших дней уже вот в этой форме такой популярной, более легкой, так скажем, более непритязательной литературы. Во времена Томаса Манна все еще очень серьезно. И он рассказывает историю гибели одной семьи, пытаясь увидеть некоторые важные закономерности, потому что ему важно увидеть связь времен. ему важно увидеть, что вот девятнадцатый век с этой чудесной картиной, да, мир простых смертных, мир высших истин, литератор как посредник, что вот этот девятнадцатый век, он не обрушился совсем в Тартарары. Как-то все-таки что-то сохранилось. Некоторая целостность еще живет, как минимум в изображениях. Это один путь. Что еще можно сделать, если перед вашими глазами груда осколков, оставшихся от некогда целостной картины мира. Вы можете рассматривать фрагменты как фрагменты, его всех не склеивать. Вы можете позволить себе разрозненное повествование из отдельных частиц состоящее, потому что ведь и фрагмент сам по себе интересен, тот или иной осколочек реальности. Может многое нам рассказать о ней, да просто это интересно рассматривать. И, конечно, и такие тексты тоже пишет Томас Манн. Во-первых, россыпь его новеллистики помогает нам такого рода взгляд на реальность увидеть, да и устройство его довольно сложно рассказанных романов тоже нет-нет, да и наполнят нам ту картинку, которые вы видите сейчас на экране. Вот эти небольшие фрагменты. Но можно, конечно, увидеть и нечто иное в творчестве Томаса Манна. Не только попытку сохранить утрачиваемую целостность, не только попытку рассмотреть фрагменты материальной и социальной реальности по отдельности можно в конце концов сделать вот что. Не так, не так, а вот так поступить. Можно в конце концов взять эти осколки и выбросить их. И такая литература найдется. Смотря какое у вас настроение, может быть, вы даже подумали перво-наперво именно об этой возможности, что можно делать с осколками предмета. Да, можно, например, отказаться от идеи вообще воспроизводить в отчетливых формах материальную и социальную реальность. Отказаться от этой затеи, имитировать правдоподобный, правдоподобным образом имитировать реальность материального мира, реальность общества, в котором живет человек. Можно заняться чем-то иным, можно отказаться от затеи, создавать иллюзию видимой реальности мира вещей и заняться чем же тогда заняться? Заняться освоением невидимого, посвятить художественные усилия изучению таких предметов, которые не имеют отчетливых материальных очертаний, их нельзя потрогать руками. Пусть это будут, этим занимаются разные, авторы XX века, путь в направлении абстракции. Можно, например, посвятить литературные произведения импульсам человеческой души, сложным состоянием внутреннего мира человека и как экспрессиониста выражать внутренний мир в художественных произведениях, прежде всего, вовсе не заслоняя его от нас вот этой картинкой правдоподобной изображенной материальной реальности. Но можно, конечно, изучать, например, концепции, философские представления о мире. Можно им придавать некие материальные очертания и таким образом показывать их читателю, чтобы он мог рассмотреть то, что в обыденной жизни мы рассмотреть не можем. Можно, как писал Райнер Мария Рильке, современник, Томаса Манна, замечательный поэт, живущий в русскоязычной культуре своей особенной жизнью, потому что его блистательно переводили на русский язык величайшие поэты того времени. Так вот, Рильке говорил, что литература стоит, а вот дальше я цитирую дословно, все то, что мы зрим и осязаем здесь, перевести в более широкий, широчайший круг бытия. То есть, оттолкнувшись от нашего опыта, от того мира, который окружает нас, от материального мира, броситься в нечто гораздо менее материальное, в нечто неведомое, таинственное, неосязаемое, соприкоснувшись, так сказать, с бесконечностью и вечностью. Вот это тоже пытается сделать Томас Манн, потому что так возникают важнейшие философские романы XX века, и Томас Манн не напрасно считается одним из самых заметных, грандиозных мастеров философской прозы. Ну вот, я бы сказала, что теперь мы немножко подготовились к тому, чтобы уже говорить о Томасе Мане более детально. В общем-то, мы подготовились к прыжку в новое и неизведанное. Так, чтобы это все не казалось слишком серьезным, хотелось мне оттелить наш сегодня основательный, как я надеюсь, разговор несколько более легкомысленными картинками. Вот так примерно мы должны себя ощущать сейчас, продумав, так сказать, воспроизведя некоторые гаммы, от которых легко отталкиваться, разговаривая о литературе XX века. В принципе, как вы видите, и для Томаса Мана эта логика нам пригодилась, пригодилась особенно. Он, что называется, показательный автор XX века, у которого, не сказать, чтобы типично, но какие-то ключевые отношения с XIX веком складываются, поэтому его удобно таким образом изучать. Ну вот этим мы, собственно говоря, как я надеюсь, и займемся, и теперь уже имеем полное право, поместив автора в некоторый контекст, контекст наших размышлений о более широких литературных процессах, всмотреться, собственно говоря, в его лицо. Вот в нашу сторону смотрит Томас Манн, и что-то, мне кажется, мы можем понять и просто по его лицу, и по его взглядам. Мы видим человека проницательного, человека, который умел увидеть, умел рассмотреть в окружающей его реальности и ближайшее будущее, и более отдаленное будущее, и следы прошлого, если уж пользоваться представлениями о линейном времени. Он умел увидеть в окружающем его мире и нечто сокровенное, тайны, которые неочевидны при беглом взгляде на обыденную реальность. И эти тайны он умел описать в своих текстах и вынести их, так сказать, на суд читателя. Это делает его автором завораживающим и бесконечно привлекающим к себе внимание многих поколений читателей и многих поколений исследователей, потому что пройти мимо этой фигуры в истории литературы ну просто никак. никак невозможно. Томас Манн, как я уже говорила, является лицом немецкой литературы первой половины XX века. Его, конечно, ассоциируют в основном с этим временем. Во всяком случае, это один из главных ликов немецкой литературы того периода. Это был период очень богатый с точки зрения немецкоязычной словесности, потому что тогда же писали и Герман Гессе, и Бертольд Брэхт, и Генрих Манн, брат Томаса Мана, и Леон Фехтвангер, например. Может быть, этот автор и не так на слуху в последние годы, однако же, например, его роман Евризюс 1925 года считается одним из ключевых произведений тоже XX века и не только немецкоязычной литературы. Мне кажется, Фехтвангеру очень в нашей стране повезло, потому что он прекрасно переведен, его можно порекомендовать для чтения. Однако же никто из этих авторов так не знаменит, как Томас Манн. Томас Манн многогранен, его творчество связан с многими художественными явлениями его времени. Он представляет многие тенденции в литературе, как вы, конечно, уже увидели, когда мы перечисляли варианты, что можно делать с осколками. Томас Манн делает и то, и другое, и третье с этими осколками, совершенно не обязательно присуще отдельно взятому автору. Как правило, мы можем классифицировать автора, который поступает или так, или так, или этак. Томас Манн можно найти все. Он сложным образом взаимодействует с традициями мировой литературы. И как будто бы он чувствовал вот такую свою особенную роль и особенную способность. Представьте себе, в 1920 году Томас Манн сказал о себе следующее. Написал «Я свято верю, что мне достаточно рассказать о себе, чтобы заговорила эпоха, заговорила человечество. И без этой веры я бы отказался от всякого творчества». Вот мне кажется, что следы представлений XIX века, о которых мы говорили, показывая, эти следы мы можем здесь слегка найти, услышать в этих строчках, иначе мы бы подумали, что это просто очень заносчивый человек. Это совсем не так. Это человек, который видит свою какую-то очень важную задачу и надеется на то, что с помощью его произведений может быть сказано нечто очень важное для человечества. Иначе бы он не продолжил писать, потому что это очень тяжелая, трудная стезя. Да, вот Томас Манн. Мы можем посмотреть и на другой его портрет. Вот примерно так он выглядел, когда сказал «Я свято верю, что мне достаточно рассказать о себе, чтобы заговорила эпоха и заговорила человечество». Вы можете себе представить, что нам, конечно, следует всмотреться и в его биографию. Давайте заглянем в его творческий путь, тем более, что это интересные страницы истории. Вот, пожалуйста, родился Томас Манн в этом очаровательном городке. Называется он Любек. Если вы были в Германии, может быть, вы и попали как-то проездом в этот город. Может быть, сейчас этот город не самый очевидный туристический центр, но он примечателен, примечателен по-своему. Любек богатый, купеческий город, который издавна входил в так называемый Ганзийский союз. Это союз самых богатых купеческих городов мира. Так что мы можем себе представить, что даже если Любек сейчас не является самым знаменитым немецким городом, некогда он был чрезвычайно знаменит. в Ганзийский союз из наших городов входили очень немногие Новгород и Псков и, по-моему, даже и все, если я не ошибаюсь. Так вот, Любек стоял у истоков этого грандиозного союза. Ганзийский город. Да, что же мы чувствуем, когда попадаем в этот город? Ну, честно говоря, вот это купеческое начало не обязательно порадует каждого. Мне, например, немножко было как-то душно и тяжело находиться в этом городе, и когда я поделилась своими наблюдениями, что так много всего, такое ощущение очень какого-то такого нарочитого богатства, некоторой чрезмерности, чрезмерности украшений. Вот чувствуется традиция, совершенно определенная традиция. Я поделилась этими наблюдениями с Любекцами, они, кстати говоря, некоторые, по крайней мере, с них со мной согласились, сказали, что да, современному немцу это тоже чувствуется. Ну, такой вот особенный, особенный, очень богатый город. И семья Томаса Мана была частью истории этого богатейшего города. Чтобы представить себе, что это было за богатство, недостаточно посмотреть на такую картинку, где мы прямо какие-то такие пряничные домики здесь видим, так они действительно и выглядят, это не фото такое. Я выбрала. Вот мы можем, например, посмотреть на любимые сладости любекцев и, кстати, многих приезжающих в этот город. Дело в том, что Любек знаменит Мурцепаном. Вы скажете, почему мы говорим о сладостях, если нам обещана лекция о немецкой философской прозе? Мы потому говорим о сладостях, что это просто очень важно. Во-первых, о сладостях всегда приятно поговорить, а во-вторых и в главных это характеризует город. Вот представьте себе, как изготавливают марципаны. Во-первых, для этого нужны орехи, миндаль, которые здесь повсюду не растет, значит, их нужно привезти. Во-вторых, нужно довольно много сахара, просто много. В-третьих, это довольно сложный процесс изготовления. Много труда, не один день трудились обитатели Любика для того, чтобы изготовить что-нибудь из марципана. А теперь представим себе, что мы смотрим на все это глазами человека, допустим, 15 века, а именно этим временем датируются как глориальные времена Любика, когда он был особенно богат и успешен, так и упоминания об этих самых марципанах из Любика. Давайте посмотрим, как они впоследствии стали выглядеть. Во всяком случае, мы можем оценить, что такое чудо марципановое стоит необыкновенно дорого. И уж прежде это стоило просто немыслимо много. И вот представьте себе, в городе Любике священники священники вынуждены были общими усилиями в стародавние времена бороться с употреблением марципанов. Потому что любикцы были настолько богаты, что они могли позволить себе столько съесть марципановых сладостей, что это просто уже вредило их здоровью. и священники забили тревогу. То есть вот этот эпизод мне, по крайней мере, очень хорошо объяснил, насколько богат был этот купеческий город, насколько уверенное в себе население там обитало, и как непросто было, скажем, священникам хоть как-то повлиять на то, чтобы хоть какой-то страх Божий поселился в душах этих людей, любекцы и тут не растерялись, как вы видите, они с удовольствием делают марципаны, вы на картиночке видите, в форме любекского собора, вот такая специфическая, я бы сказала, ирония отдаленных времен. Священники, представители этого собора, борются с излишествами, борются с привычкой объедаться марципанами, которая распространена среди любекцев, а любекцы делают марципаны в форме этого собора. Вы можете посмотреть на собор, вот его форма воспроизводится, видите как. Конечно, это особенная разновидность людей, купеческий слой в принципе, и любекские купцы в особенности. Как-то повлиять на их само ощущение довольно сложно. И может быть, именно поэтому, и даже точно именно поэтому, скажем, в соборе любекском одни из самых страшных изображений хранятся. Потому что, ну, не проймешь этих любекцев ничем другим. Приходится вот как-то так, например, намекать им на то, или прямо говорить на то, о чем, в общем, человек должен помнить мемента моря, помни о смерти. В скобочках не думай только о марципанах. Действительно, когда входишь в этот собор, а, конечно, в нем многократно бывал Томас Манн, это ясно, он бывал там регулярно, собор этот производит очень большое впечатление. И не только вот этими замечательными украшениями, которые вы сейчас видите на экране, но и самыми общими очертаниями взгляните. Или вот можно посмотреть на открыточки, которые можно купить в этом соборе. Вот такие. Написано на обратной стороне Гонзейский город Любек, потому что Любекцы и сейчас гордятся тем, что это Гонзейский город, то есть город особенный. И вот ты входишь в это пространство, и как будто бы все прекрасно, как и положено собору, строение тянется вверх, ввысь, и кажется, что все хорошо. Но ты чувствуешь каким-то боковым зрением, что в этом соборе что-то не то, здесь что-то странное. начинаешь присматриваться, да нет, все обычно. Вот на стенах какие-то фигуры, ты не видишь их отчетливо, потому что они закрыты красивыми тканями, скульптурой, и так прекрасно резьба по дереву, имитирующая драпировку, резьба по камню. Ты видишь как будто бы ангелы в облаках, тоже очень красиво, но что-то наводит тебя на мысль, что здесь что-то все-таки не то, ты подходишь поближе и видишь, что под этой тканью, где должно быть наверное прекрасное женское лицо, какая-то фигура вырисовывается, ведь очень красивое, ты заглядываешь по ткани и видишь, о, там только череп, ты присматриваешься к этим ангелочкам порхающим по стенам, а это не совсем ангелочки, это косточки, удивительно, такие изображения бывают, конечно, они встречаются в разных соборах, но с таким драматизмом, с такой неожиданностью, вот ты их встречаешь, пожалуй, только в Любекском соборе, по крайней мере, мне не доводилось больше никогда увидеть такое неожиданно пугающее изображение, да не одно, а множество, да, Любек такой город, купеческий, гонзейский, богатый, его просто так не проймешь, и вот хотя бы так, может быть, все-таки удастся, если в соборе у нас такие изображения, то, например, в церкви Святой Марии, тоже замечательном сооружении, которое, конечно, регулярно посещал и Томас Манн, тоже в Любеке, да, мне не хотелось брать фотографию, потому что все это не передает общего ощущения, я пыталась пересказать, и сейчас тоже, я не буду показывать вам фрагменты знаменитой пляски смерти, так называемой, которая изображена в соборе, в церкви Святой Марии, потому что в отдельности все это не пугает, то, что мы можем увидеть на экране, но если мы представим себе, вот такое вот изображение, понимаете, вот такой бесконечной, бесконечной длины эта пляска смерти, понимаете, нет ей конца, да, старинное изображение, смерть, традиционное изображение, смерть, да, которая ведет за собой представителей всевозможных сословий, и они тянутся чередой, как бы утверждая, что все мы смертны, вот такое изображение, да, это была одна из самых знаменитых плясок смерти, который можно было найти в Германии, одна из самых страшных и самых протяженных, написанная в 1463 году, автор этого действительно ужасного изображения, Бернт Нотке, потом в 18 веке это изображение пляски смерти в церкви было еще дописано, еще подновлено, и потом, к несчастью, разрушено в 1942 году по причинам вам вам понятно, но память осталась, и, конечно, Томас Манн не мог не пронести сквозь свою жизнь воспоминания об этом чудовищном изображении, хотя сам, конечно, мотив пляска смерти, да, это встречается, чтобы вызвать страх Божий, можно пользоваться разными средствами, вот, например, например, и таким это встречается, конечно, и не только в Германии, вы можете вспомнить какие-нибудь другие изображения такого рода, и часто это бывают изображения именно в соборах по большей части, но такого нам и не снилось, вот такой вот город Любик, мы так сейчас представили себе вот эту атмосферу, да, с одной стороны богатое, купеческое наследие, а с другой стороны вот эти вот всполухи ужаса, которые сохраняются сохраняются из исторического прошлого города, и вот в этом городе есть вот такой вот дом, мы видим его сейчас с высоты птичьего полета, хотя, как бы мы на него не смотрели, он все время бросается в глаза, этот дом связан с семьей Манов, потому что семья Томаса Мана была влиятельной, представляла влиятельный, купеческий рот с большими традициями, и, как и положено, с роскошным, роскошным домом, сейчас там, конечно, музей, в этом музее можно походить, можно взять такой проспект, изучить все детали и комнаты, пройтись, можно посмотреть на этот дом снаружи в разное время суток, например, вот так, когда он немножко уже более пугающим, нам кажется, хотя в общем и целом все равно это светлый и прекрасный купеческий купеческий дом, который воплощает вот эту силу, силу традиции, традиции людей, твердо стоящих на земле, людей, которые умеют справиться со всяческими практическими невзгодами, умеют решать сложные задачи и выходить с достоинством из трудных ситуаций. Вот таким было прошлое семьи Манов, купеческое прошлое. Так выглядел этот дом и выглядит и сейчас внутри. Трогательно сохранены мельчайшие детали обстановки и живопись на стенах, обратите внимание. Да, нам немножко здесь тесно, здесь вот есть эта купеческая специфическая. да, она может быть немножко здесь душновато, но нельзя сказать, что нам здесь неуютно. Ну вот, пожалуй, так мы приблизились к осмыслению того, из какой, собственно говоря, среды вырос писатель, о котором сегодня идет речь. Интересно, что вся эта купеческая традиция семейства Манов, которая продолжалась очень длительное время, довольно резко оборвалась. И это характерно для рубежа 19-20 веков. После смерти отца Томаса Мана, а именно в начале 90-х годов, фирма прекратила свое существование. И далее род Манов был уже знаменит иным. В основном связями с художественной литературой, вообще с искусствами, с историей и так далее. Но прежде всего эту славу принесли семейству Манов два брата Генрих и Томас Манн. Мы можем посмотреть на портреты этих братьев. И вот какая ирония. Обратите внимание на эту публикацию. Не то, чтобы она была особенно примечательна, но мне кажется, характерен выбор формулировок и расположение фотографий. Такое расположение вы найдете вовсе не только в русскоязычных изданиях, повествующих о Томасе и Генрихе Мане. Генрих Манн был старшим братом. И он был более знаменит при жизни, чем Томас Манн. И в основном это было так. Генрих Манн, известный писатель, серьезный человек, и его брат Томас Манн. И посмотрите, какой перевертыш, как все переменилось уже через несколько десятилетий. Теперь мы, конечно, можем знать Генриха Мана. Может быть, вы читали его роман, верноподданный, очень примечательный. Он хорошо укоренен в традиции XIX века. Если вы любите реалистическую прозу, то, мне кажется, Генрих Манн прекрасно подойдет, как ваше чтение. Но прежде всего мы знаем не Генриха Мана, а прежде всего мы знаем Томаса Мана. Хоть он и младший брат, и менее известный тогда писатель был. Теперь все переменилось. Они очень разные писатели. И действительно оказалось за типом письма, который избрал для себя Томас Манн, было большое будущее. Да и просто он оказался невероятно талантлив. Вот и рассмотрим немножко именно его биографию. А Генриха Манне говорить сегодня не станем. Ну хорошо, вот мы посмотрели на Любик, увидели, что такая специфическая среда, такой вот купеческий род порождают Томаса Мана. Представим себе, что наш герой не все, конечно, время своей жизни и даже не все время своей юности провел в Любике. Из Любика ему хотелось уехать, он был очень не против уехать. И уехать ему довелось вот в какой чудесный город. Давайте взглянем на него. Город Мюнхен. Именно там проходит юность и начало писательской деятельности складывается начиная с 1894 года. Здесь в Мюнхене живет Томас Манн. Он здесь учится, к слову сказать, учился он, школьник, он был никудышним. Учился он довольно плохо. Можете себе представить, он трижды оставался на второй год. Вот трижды. Похоже, что можно даже постараться, чтобы достичь такого результата. Мы знаем часто, грандиозные писатели плохо учились, плохо форматируемые личности. Может быть, это кого-то сейчас поддержит. Плохие оценки Тому Суману ставили много и много раз. И вот тогда же в 90-е годы в Мюнхене начинает складываться писательская деятельность Томаса Манна. Прежде всего во второй половине 1890-х годов. Он начинает с новелл. И это довольно характерно для писателей, для разных писателей его времени, да и впоследствии тоже удобно начать с малой прозы, с таких публикаций. И вот Томас Манн публикует сборник новелл под названием «Маленький господин Фридеман» 1898 года. Он может себе представить, о чем повествуют такие новеллы. «Маленький господин Фридеман». Это название, которое нам уже многое подсказывает. Действительно, можно сказать, что эти тексты укоренены в традиции литературы маленького человека. Они повествуют о маленьком, действительно, господине Фридемане, о маленьком человеке в духе той литературы, которой примечательна русскоязычная словесность. Так что истоки творчества Томаса Манна именно в литературном смысле мы будем искать в XIX веке. И мы не удивимся, что большой интерес его вызывали и русские писатели. Помимо того, что он начинает писать в таком духе прозы маленького человека, Томас Манн увлекается еще и философией. Прежде всего, его интерес вызывает философия Артура Шопенгауэра. Нам известна его работа «Мир как воля и представление». Мир как воля и представление. Эта работа довольно хорошо изучена, на русском языке можно найти много литературы, которая поможет осмыслить и найти следы наследия Шопенгауэра, например, в творчестве Томаса Манна. Кроме того, Томас Манн обращает особенное внимание на философскую систему Фридриха Ницше. Впрочем, может быть, слово «система» я даже сейчас и замялась, потому что система, может быть, не очень хорошо подходит для описания этой философии. Давайте взглянем на Фридриха Ницше. И тут мне бы хотелось все-таки уделить некоторое внимание тем философским представлениям, которые оказались столь важны. Кстати говоря, не только для Томаса Манна, но и для многих других представителей литературы того времени. Скажем так, первая треть XX века, литература первой трети XX века, и не только немецкоязычная, но немецкоязычная уж точно, окрашена в особые оттенки именно восприятием философии Ницше. Попробуем собрать некоторые общие сведения, вспомнить, что мы с вами знаем о Фридрихе Ницше. Обычно, если бы сейчас я имела возможность вас спросить, вы бы, наверное, сказали, что обычно Ницше вспоминают, когда говорят о секуляризации культуры, о том, что культура становится все более и более светской, и именно в наследии Фридриха Ницше находит такой отчетливый симптом набравшей силы секуляризации. Его знаменитые слова «Бог умер», слова Ницше, «Бог умер», которые часто используют для того, чтобы показать, что представители и философии, и литературы, а Ницше как раз тягатило к тому и к другому, что вот эти люди также замечали секуляризацию культуры, которая набрала уже невероятные, невероятные обороты. Ну что же, посмотрим, посмотрим в остальном на наследие Ницше, потому что, конечно, можно сказать, что Бог умер, важнейшие слова этого философа. Можно вспомнить анекдот о могиле Ницше, знаменитой, кладбище, могила Ницше, над гробом и на нем написано «Ницше умер», подпись «Бог». Вот все это мы можем вспомнить и приметить. Но, конечно, не то, чтобы это было не главное в наследии Ницше, но это лишь частица некой гораздо более обширной системы. Может быть, мы могли вспомнить о том сейчас, что Ницше предложил в своей философии представление о сверхчеловеке. И вот эти представления о сверхчеловеке, особым человеке, которому доступно больше, больше, чем обычным людям. Вот эти представления специфическим образом были использованы в корыстных, в своих целях, оболганы фашистами, представителями национал-социализма в Германии, которым, конечно, как всяким выскочкам, нужны были какие-то философские основания. Ницше, как вы видите по датам жизни к 1933 году, давно уже был мертв, поэтому едва ли мог защитить свое наследие от извращенного восприятия. Кроме того, честно говоря, и манера писать Ницше как-то располагала к тому, чтобы выхватывать из его наследия отдельные фрагменты и представлять их в своих целях. Ведь так часто бывает, если фраза вырвана из контекста, она может быть понята совершенно иначе. Вот, например, Эммануила Канта нельзя понять неправильно. Его можно либо понять, либо не понять. Если ты не понял Эммануила Канта, это будет очень заметно. Прежде всего, и самому. Ну и другим тоже. Потому что Кант пишет, как положено писать, как традиционно пишут в философской традиции немецкоязычной. Очень отчетливо, очень сухо, очень структурировано. И действительно либо понятно, либо непонятно, и если непонятно, то заметно. Ницше хочет оторваться, отойти в сторону от этой философской традиции сухой, хочет писать иначе. Он хочет писать творчески, хочет приблизиться фактически к литературному, к литературному языку. И если вы читали, например, работу Ницше, так говорил Заратустра, то вы могли вполне читать ее даже просто как литературное, художественное, художественное произведение. Вместе с тем, это все-таки философская работа. Вот он помещает свои тексты как бы на границе между философией и художественной литературой. Это прекрасно, потому что их удобно читать. Это прекрасно, потому что таким образом они могут влиять на многих людей, и, например, в том числе на литераторов. И литераторы могут вбирать идеи Ницше и отражать их в своих произведениях. Но это одновременно и ужасно, потому что можно вырванные из контекста фразы выкрутить так, как тебе выгодно. И именно эта беда и это несчастье произошло с наследием Фридриха. Фридриха Ницше не без участия членов его семьи. Но уже после его смерти. Так вот, представления о так называемом сверхчеловеке и Бермэнш были той самой виньеткой, которая была выхвучена из целого и в этом в этом своем состоянии отдельном от контекста стало значить нечто совершенно невообразимое, нечто, что отравило доступ к Ницше для нескольких поколений последующих читателей. Надо сказать, что интерес к Ницше возрождается на протяжении прошедших, может быть, 40, максимум 50 лет, может быть, даже меньше, скорее всего, 40 все-таки примерно. Постепенно наука приходит к тому, что с Ницше стоит работать, его пытается изучать, исследовать, и можно с научной точки зрения уже посмотреть на него и подивиться, как же странно он может выглядеть во времена национал-социализма. Как же это связано с тем, что, собственно, Ницше написал, связано, но, так сказать, весьма опосредованно. Что такое теория, даже не хочу сказать теория, просто представление о сверхчеловеке. Это элемент некой более крупной системы. Дело в том, что в центре внимания Ницше, в его философской концепции, она, конечно, есть, только это не концепция сверхчеловека, в глобальном смысле концепция у него, конечно, есть. Так вот, в центре этой концепции, как сейчас уже очень хорошо известно, находится представление о времени. Представление о времени, как вечном повторении одного и того же. Представление древней, который Ницше подхватывает из отдаленных времен и отдаленных пространств и приносит в культуру конца XIX века. Представление о времени, как вечное повторение одного и того же. Эти представления были очень созвучны многим современникам Ницше. Вы можете посмотреть, и, может быть, уже даже спрашиваете себя, зачем же здесь такая развеселая картинка рядом с Ницше, с орнаментом. Ну, напрямую эти здания с Ницше не связаны. Дело в том, что это просто здания в Вене, которые, мне кажется, очень красивыми. И мне кажется, что они прекрасно демонстрируют то, что называется югендстиль. Стиль, которому в нашей стране соответствует примерно стиль модерн, скажем, в французском пространстве Орнаво, стиль, который отличается невероятной орнаментальностью. Из-за этой орнаментальностью в искусствах рубежа 19-20 веков стоят определенные представления, можно сказать, мировоззренческие основания имеют эта тяга искусства к орнаменту. Жизнь видится как неким орнаментом, неким вечным повторением одного и того же. Жизнь, которая состоит из все время повторяющихся элементов с разными вариациями. Рождение, жизнь, смерть, рождение, жизнь, смерть, рождение, жизнь, смерть. И так, без конца. И человек как некой вязью окутан вот этим вечным повторением одного и того же. Мы можем порадоваться тому, как об одном и том же одновременно с неочевидной связью, но об одном и том же говорит и философия в лице Ницше, и изобразительное искусство. И вот видите архитектура например тоже. Бывают типологические исходцы созвучия неких представлений в разных художественных сферах, потому что к этому располагает историческая ситуация, в которой такие представления по-разному находят свои воплощения. Да, так вот, вечное повторение одного и того же вязь времен рождения, жизни и смертей, в которые включен человек как элемент этого бесконечного орнамента, повторяющихся элементов. И по мысли Ницше человеку не вырваться из этой вязи времен, если он не предпримет какое-то особенное усилие. И вот собственно Ницше придумывает вот такую конструкцию, конструкт сверхчеловека, который будто бы может вырваться за пределы этой вязи времен, может как минимум помыслить, что за пределами этой вязи времен что-то есть, и там можно оказаться. Вот этим ощущением прорыва за пределы вечного повторения одного и того же прекрасен Ницше для многих литераторов, в том числе и для Томаса Мана. Этим он повлиял на огромное количество писателей своего времени. И печально, что из-за всех этих перемен в восприятии Ницше в нацистские времена, потом на некоторое время происходит так сказать затишье в сфере восприятия, в сфере рецепции философии Ницше. Так вот сверхчеловек это был просто конструкт, некий человек, который можно помыслить, который может выйти за пределы, оказаться так сказать сверхчеловеком, то есть выйти за пределы этой вязи времен и вечного повторения одного и того же. Мне хотелось об этом сегодня поговорить, потому что Ницше важен для Томаса Мана и этой своей стороной тоже он для него важен. И просто потому, что очень жаль не поговорить об этом, если такая тяжелая судьба сложилась у нас леди Ницше на протяжении 20 века. Хотелось немножко подпитать его его восприятие. В нашей стране это восприятие имеет серьезные основания, потому что, как вы, наверное, знаете, произведения Ницше прекрасно переведены и давно переведены на русский язык. Ну вот, тем, что я сейчас перечисляла в наследии Ницше, Ницше был примечателен для многих писателей. Для Томаса Манна были, однако же, в наследии Ницше и такие элементы, которые именно ему были интересны и, может быть, для других они не были столь важными элементами. Среди идей Ницше, которые повлияли на Томаса Манна, была так называемая антиномия, то есть, скажем так, противопоставление здоровой жизни и больного искусства, и то, и другое, конечно, в кавычках здоровая жизнь и в кавычках больное искусство. Что это за противопоставление, что имеется в виду? Подразумевается, что жизнь, так сказать, здоровая жизнь, жизнь, которая развивается по законам джунглей, жизнь, в которой слабый попираем сильным, вот эта жизнь, вот это начало принципиально враждебное искусство. И искусство как будто бы пытается, никогда не может с успехом противостоять жизни, но достаточно прекрасно уже просто тот, прекрасен тот факт, что искусство как таковое существует и оттеняет жизнь, демонстрируя, что есть и нечто иное. Но если искусство, так сказать, отступает от этой здоровой жизни, то оно, конечно, следуя языковой логике, больное искусство. Вот подлинное искусство для Томаса Манна это искусство объединенное от жизни, это цветенное искусство, так сказать, больное. И мы узнаем здесь, конечно, проблематику, о которой мы начали наш разговор в начале лекции. Представление о культуре, традиционное представление о культуре с вот этой модели мир простых смертных, мир высших истинных, между ними посредник, художник или литератор. Вот эти традиционные представления, они оказываются не просто под сомнением, они разрушаются, подрываются на рубеже 19-20 веков. Говорят, и совершенно справедливо говорят о кризисе традиционных представлений об искусстве, потому что эта модель расшатывается, разрушается. И тогда неудивительно, что художнику, переживающему вот эти перемены, вот это разрушение своей собственной жизнью, конечно, ему кажется, что искусство, оторвавшись от традиционных представлений, приближается к болезни, к смерти, к гибели, к исчезновению. Художнику кажется, что отрыв от предшествующих традиций, который вот в этом искусстве реализуется, что он страшен, что он влечет за собой мучающие художника чувство неуверенности в пользе от своей собственной работы, от своего собственного творчества, если искусство ни для чего предполагали искусство предшествующее поколение. И если нам не совсем понятно, зачем оно, как же заниматься им со спокойной душой? Это очень тяжело. Тяжело и даже страшно, когда, так сказать, процесс легитимации, оправдания своего собственного занятия, своего собственного творчества оказывается чрезвычайно затруднен. так что вот те представления, о которых мы говорили в начале лекции, подрываемые сменой времен, они, конечно, мучительно отзываются в творчестве, скажем, и Ницше, и, например, Томаса Мана. Давайте на него вот так вот еще посмотрим, как он приблизительно работает или читает. Он, кстати говоря, был страстным читателем и прекрасно ориентировался в произведениях своих современников, а не только, конечно, в произведениях своих предшественников. Ну, хорошо, вот художник, представитель, так сказать, больного искусства в соответствии с антиномией, с антиномией, позаимствованной Томасом Маном из наследия Ницше. Вот этот художник, что же он за существо, кто это, этот человек, вот на этот вопрос Томас Ман отвечает следующими словами, сейчас я их процитирую. Великие, цитата дословная, великие художники и мыслители всегда были известным образом блудными сынами своего класса. Вот художник, как блудный сын, да, ну, вот если он говорит блудными сынами своего класса, то это не значит, что в марктистском смысле ничего похожего на класс, у Томаса Манны совершенно были другие взгляды и представления, ну, просто художники, так сказать, блудные сыны своего слоя, мы бы так, может быть, сказали, если бы захотели воспользоваться недословной, недословной цитатой, цитатой. То есть для Томаса Манна художник в самом широком смысле кюнстлер, то есть представитель искусства любого. Художник это, как Томас Манн писал, заблудившийся бюргер, то есть человек, который оторвался от своего собственного слоя, как будто бы заблудился в этой иной реальности, где ему нет подпитки, нет подпорок, который он мог бы в пределах своей сферы традиционной, традиционной сферы своей семьи, например, мог бы как-то использовать. Ну вот теперь возникает важный вопрос. Если художник заблудившийся бюргер и так себя осмысляет Томас Манн, надо подумать, что такое бюргерство и кто вообще такой бюргер. Бюргер слово немецкое от слова бюрг, крепость, связано с историей городов и крепости, соответственно. Понятие бюргерства для современного человека это что-то вроде обывателя, такой обычный человек, обыкновенный бюргер, обычный человек. Прежде всего, во времена Томаса Мана, это был не просто какой-то обыватель, обычный человек, а это был буржуа. Причем не обязательно самое что ни насти обыкновенный, но все-таки бюргер как буржуа, как представитель, например, купечества, как какой-нибудь предприниматель, но не обычный предприниматель, как мы сейчас знаем предпринимателей в нашей стране, а такой предприниматель, который предпринимая разное опирается на длительную, на такую обширную традицию своего слоя. То есть такой буржуа, такой предприниматель, такой бюргер, у которого множество поколений бюргеров в его семье до того уже были. И этот человек вырос в определенной состоятельности, этот человек вырос с чувством ответственности за те средства, которые есть у него в распоряжении, этот человек воспитан так, что он умеет преодолевать сложности, и он умеет выйти из сложной ситуации, и из легкой ситуации тоже, с человеческим лицом, умеет сохранить человеческое достоинство и силу духа, и, так сказать, какие-то моральные, этические основания, как дичь-то вполне само собой разумеющееся, потому что за его спиной поколения его предков, которые уже так научились поступать. Это не человек, который только сейчас стал буржуа в первом поколении или во втором, нет, это десятки поколений за ним, которые дают человеку определенную уверенность и, прежде всего, моральные и этические ориентиры. Так в принципе многие понимали во времена Томаса Мана понятие бюргер и бюргерства, поэтому, когда Томас Ман использует это слово бюргер и говорит о художнике, как о заблудившемся бюргере, его, конечно, современникам его легко понять. Нам сейчас, надеюсь, тоже не так уж сложно его понять. Во всяком случае, для Томаса Мана бюргерство это такая определенная особая духовная форма жизни, овеянная традиция. Традиции, благодаря этой форме жизни, человек может преуспеть и преодолеть тяготы бессмысленного бытия, тяготы вот этой здоровой жизни, поница шатна, может преодолеть бюргер, потому что он поколение за поколением научился это делать. И вот Томаса Мана, конечно, занимает этот вопрос, что такое и что делает, что такое бюргерский дух, бюргер гайст, есть такое слово немецкое, мне кажется, звучное, бюргер гайст, это бюргерский дух, что это такое и что с ним происходит на рубеже 19-20 веков, как получается, что этот бюргерский дух как будто бы улетучивается, исчезает, и именно так и обозначается вот этот разрыв между 19-м и 20-м веком. 20-й век с этими грандиозными социальными лифтами, мгновенно можно оказаться на верхушке иерархии, а можно совсем внизу. 20-й век с режимами тоталитарными, которые тоже приводят людей, которые, никогда не бывших у власти, вдруг неожиданно на самый верх, 20-й век с глобальными мировыми катаклизмами, войнами, революциями, которые тоже разрушают привычные иерархии в социуме и приносят такую смутность, что ли, в социальное устройство. Трудности самоидентификации испытывает человек в это время, потому что вот это представление о слое, вот как Томас Ман пишет, о классе, на которой он принадлежит, это представление уже не очень помогает человеку осмыслить себя или помогает недостаточно, не так. как раньше. Вот это все усматривает Томас Ман еще в 19 веке. Он как-то это считывает и из своего окружения, и, конечно, из своей собственной биографии, потому что он был тем самым человеком, который, как бюргер, заблудился, оторвался от традиции своего слоя, и поэтому ему отлично стало видно, что эта традиция улетучивается, она ненадежна со стороны это всегда видно лучше. И, конечно, об этом он пишет. В своем первом романе Томас Ман пишет как раз о том, как улетучивается, как исчезает бюргерский дух, и это приводит героев к искусству, к иронии, к свободе и еще много и к чему. Но поскольку творчество, художественное творчество по Томасу Ману является частью больного искусства, таким образом наши персонажи приближаются не только к свободе и иронии, не только к искусству, но и к смерти. И мы обратим внимание на то, что эта идея, вот эти представления из Ницше попадают в душу человека, который сам не является коммерсантом или математиком или физиком кем-то польза от деятельности которой более-менее очевидна. Он сам художник. Если он рассматривает искусство как некое движение вращения в сторону смерти, то это касается его, лично его, это его переживание, так сказать, его индивидуального конца света, из которого он пытается каким-то образом выскользнуть с помощью письма, сохраняя свои переживания, свои переживания в текстах. Конечно, в этом можно распознать отчаяние. Отчаяние, охватившее людей искусством, отчаяние, которое свидетельствует о кризисе представлений об искусстве, кризисе традиционных представлений о литературе и вообще о кризисе традиционных ценностей. И это уже очень-очень серьезная тема, которую затрагивает Томас Манн во многих своих произведениях. Ну вот, в сущности именно об этом роман Томаса Манна Буденброки. Я книжку это вам уже показывала сегодня. Вот плотный, толстый роман, в данном случае шоколадного цвета или почти что марципанового. Да. Так вот, Буденброки. Толстая книга. Серьезный, серьезный роман, который носит под заголовок, рассказывает о семье Буденброки, Буденброков и носит под заголовок история гибели, история гибели одной, одной семьи. Этот роман появился в печати в 1901 году. То есть отмечает самый рубеж 19-20 веков. Любопытно, конечно, что Томаса Манна, написав некоторое количество новеллы, они были опубликованы, отважился написать роман, но написал очень толстый роман. Вы уже видели. Конечно, начинающий писатель не должен приходить в издательство с таким объемным произведением. Это пугает издателей. Но Томас Манн оказался верен себе. Издатели предлагают ему сократить книгу, внести какие-то изменения, публикация по частям рассматривается как вариант. Томас Манн отказывается каким бы то ни было образом вмешиваться в свой замечательный текст. Отказывается наотрез и, конечно, правильно делает. Он угадал. Именно эта книга принесла ему вот в том объеме, в каком он ее написал, принесла ему грандиозную писательскую славу, когда наконец была опубликована. И вот уже после первой публикации роман мгновенно был переиздан. Много позже Томас Манн, даже с некоторым, мне кажется, с некоторыми статками огорчения, может быть так, говорит о том, что Буденброкер наиболее популярная книга его в Германии. Именно за это произведение Томас Манн получает Нобелевскую премию, благодаря которой о нем уж точно узнает весь мир. Причем это было значительно позже. Нобелевскую премию за Буденброков, опубликованных в 1901 году, Томас Манн получает в 1929, то есть почти 30 лет спустя, когда он уже был автором многих других произведений, и даже известно, что ему немножко было обидно, что именно за Буденброков он получил эту премию, а тогда ведь он уже был автором, начиная с 1924 года он был и автором романа «Волшебная гора», о котором пойдет речь на нашей следующей, на нашей следующей лекции. Ну, в общем, так или иначе, этот роман необыкновенно пришелся, пришелся по душе многим поколениям читателей именно потому, что действительно голосом Томаса Манна заговорила эпоха. Заговорила, может быть, действительно значительная часть человечества. Не все, конечно. есть и страны, для которых, может быть, это тогда не было так актуально, но для многих стран, во всяком случае, для европейских стран и для Америки такого рода повествование казалось идеально соответствующим времени. В этом романе рассказано о четырех поколениях одной семьи. и угадывается, конечно, автобиографичность произведений. Это часто бывает с дебютными произведениями авторов. Но в данном случае у нас первый роман. Тоже серьезное предприятие. Томас Манн решился писать о том, что он хорошо знал и довольно неплохо понимал. Этот роман для Томаса Манна был своего рода попыткой передать, передать чувство, то, что завершилась эпоха буржуазного гуманизма в его традиционном понимании. Он хотел передать ощущение, что час этой эпохи пробил, и сам он об этом писал, и что жизнь меняется. Мы не очень хорошо понимаем, какие перемены грядут, но мы чувствуем, что они поблизости. В сущности, это семейное... Вот так писал Томас Манн, а в сущности, это семейная хроника упадка и вырождение в прошлом процветавшей патрицианской семьи и одновременно хроника упадка традиционных ценностей, устоев, на место которых приходит искусство, обреченное на гибель. Мы можем опять вспомнить начало нашего сегодняшнего разговора, вновь и вновь мы к нему возвращаемся, да, кризис традиционных представлений о культуре и об искусстве, в основе которого лежат расшатывания представлений христианских, христианских представлений, расшатывания роли христианской доктрины в обществе и секуляризации культуры, которая, конечно, всего человечества касается. Да, так вот Буденброки представлены в первом поколении примечательной фигурой Иоганн Буденброк Старший. Это фигура, которая никакими кризисами еще совершенно не затронута. Это крупный зерноторговец, энергичный, удачливый человек, который находит духовную опору, конечно, каждому человеку даже самоуверенному в себе она нужна, вот он доходит духовную опору в наследие эпохи просвещения. Вольтерианство, просветительская идеология XVIII века, вот его опоры. Это первое поколение. Второе поколение воплощает Иоганн Буденброк младший, тоже удачливый предприниматель, но его жизнь построена на совершенно уже других духовных основаниях. вольнодумство отца, которое принимало и вполне экстравагантные облики, вот это вольнодумство второму, младшему, следующему поколению Буденброков уже не свойственно. И он ищет опору, наш второй Буденброк, ищет опору в религии, он использует ее именно как опору, как, так сказать, подпорку, поскольку чувствует, что стоит недостаточно устойчиво на земле. И кажется, что смелость и независимость духа, которые были свойственны его предшественнику, вот утрачены. Утрачены, и вот эта новая форма жизни нуждается именно в каких-то подпорках, вот в религиозном, в религиозной опоре. Это второе поколение Буденброков. Третье поколение Буденброков представлено братьями Томасом и Христианом, но мы понимаем, что если уж одного персонажа автобиографического повествования зовут так же, как автора, то, видимо, нам следует к нему присмотреться особо. И две сестры еще есть, Тони и Клара. Это поколение самого Томаса Манна, и поэтому он его хорошо, особенно хорошо себя представляет, и поэтому он его отображает как бы в четырех разных обликах, но что-то эти фигуры объединяет. Это люди, персонажи, которые как бы не могут найти опору ни в вольнодумстве деда, ни в религиозности отца. Это люди, которые обречены на страх перед жизнью, на ощущение собственной беспомощности, несмотря на традицию, несмотря на то, что им есть на что опереться, на состоятельность и так далее, на все это. Несмотря именно этому поколению страшновато жить. Мы видим, как в процессе развития рода Буденбуроков как будто бы исчерпываются возможности этого рода и вообще этой традиционной культуре. И так постепенно мы подступаем все ближе и ближе к типу художника. Все дальше отдаляемся от традиционных бюргерских представлений, которые исчезают не потому, что они плохи, а вот в вихрях времени исчезают. Художник в согласии с представлениями Ницше обречен на некоторую растерянность перед лицом жизни. И этой болезнью несомненно затронут Томас Буденбурок. Остальные фигуры скорее оттеняют его образ. Следующее поколение Буденбуроков там еще конечно очаровательный образ жены Томаса Буденбурока такой экзотический элемент во всей повествовательной истории. Не буду обо всем рассказывать. Вам, я думаю, покажется очень примечательным и даже прекрасным этот персонаж. Оставим это в качестве загадочной фигуры. Не буду все растрактовывать, так сказать, до полной гибели художественной ценности произведения. сосредоточимся на сыне Томаса Мана, которого зовут Ганну. Имя Ганну это сокращенная форма от Иоганна. А мы помним Иоганн Буденбурок старше, Иоганн Буденбурок младше. И вот теперь Ганну. И можно было бы надеяться, что этот маленький Ганну вырастет и станет Иоганном Буденбуроком следующим. Но очень скоро мы понимаем, что этого не произойдет. Маленькому Ганну не суждено стать Иоганном, ему не суждено стать взрослым. Он будет последним носителем этого имени. От рождения мальчик отмечен болезнью и одновременно удивительным художественным талантом, невероятной музыкальной одаренностью, которая частично унаследована от матери, а частично кажется каким-то волшебным даром. Ганну умирает ребенком. В какой-то момент повествования он слышит два голоса, голос жизни и голос смерти. Мы угадываем здесь влияние Ницшена. И маленькому Ганну кажется, что голос смерти звучит громче и отчетливее, потому что он художественно одарен. Он художник, представитель, так сказать, больного искусства близкого к смерти. И вот ему кажется, что голос смерти звучит громче, сильнее, и он следует его зову. Так получается, что Ганну в семейной хронике Буденброков как бы подводит черту. И дальше, дальше уже ничего, ничего не будет. это те слова, которыми он запомнится нам в этом романе. Ганна говорит дальше, дальше уже ничего не будет. Мы так представим себе, да, хроника рода, купеческого рода, в которой каждый пишет о своих достижениях, сколько наторговал зерна, сколько пожертвовал церковное общение, а в какой-то момент черта, проведенная детской рукой, которой не суждено стать взрослой, и дальше уже ничего не будет. Трагическое повествование, и мы представим себе, что вот дальше было, и дальше жил Томас Манн, и вот эта фигура маленького Ганна, которая, конечно, как-то связана с представлениями Томаса Мана о себе, гибель этого персонажа, означала важную веху в творчестве, в наследии Томаса Мана, и важную веху его дальнейшей жизни. Вот как жестоко иногда писатель поступает со своими персонажами, чтобы жить дальше. Но, к счастью, никто не пострадал, потому что все только бумага, и если Ганна списан с Томасом Манном, то продолжение его жизни кажется нам совершенно удивительным и завораживающим. Ну, вот такой роман, который, мне кажется, можно отнести к самым легким произведениям Томаса Манн, потому что он достаточно укоренен еще в реалистической традиции, очень много правдоподобных описаний, много переживаний, которые списаны с себя, своих детских переживаний, включает Томас Манн в это повествование. И читается, ну, мне кажется, особенно легко. Может быть, это не самый типичный Томас Манн, я бы так сказала, но это очень типичная книга для того времени. Это факт. И притом очень талантливая, завораживающая, я бы сказала, ключевая книга для рубежа 19-20 веков. Конечно, Томаса Манна, оторвавшегося от традиции своей семьи и того города, в котором он родился и провел детство, конечно, его беспокоила проблема взаимоотношений художника и мира, искусства и жизни. и Томас Манн будет постоянно возвращаться в последующие годы именно к этой теме. Он будет искать место для искусства в жизни, и этот вопрос будет мучить его на протяжении всей жизни. И надо сказать, что вопрос о том, какое место призвано занимать искусство в реальности, в жизни, в социуме, этот вопрос ведь не утратил своей актуальности и в последующие десятилетия, и в 21 веке тоже. Какова роль писателя, и вообще какова роль словесности, художественной словесности в нашей жизни? Это вопрос, который точно занимает огромное количество людей. Томас Манн посвящает этому вопросу не только роман Буденброки, но и свою новеллистику, например, замечательную новеллу, которая была опубликована в 1902 году и называется она Тристан. Я хотела прочесть небольшой фрагмент из начала этой новеллы и пусть вас не смущает, что вы не понимаете немецкого, если вдруг это так. Может быть, все равно будет слышна необыкновенная музыкальность, музыкальность речи, художественной речи Томаса Манна. Она может даже более слышна будет, если вы немецкого не понимаете, не будете отвлекаться на значение слов. Очень характерное начало. Hier Ну вот, может быть, вы услышали музыку этой художественной речи. Я сейчас и по-русски тоже прочту этот кусочек, чтобы нам хотя бы представить себе, как эта новелла начинается в блистательном переводе Соломона Апта. Вообще его переводы, как вы, наверное, знаете, прекрасны. Вот он, санаторий Айнфрид. Прямые очертания его продолговатого главного корпуса и боковой пристройки белеют посреди обширного сада, украшенного затейливыми гротами, аллейками и беседками, а за шиферными его крышами плавно, сплошным массивом поднимаются к небу хвойно-зеленые горы. Вот такое описание. И мы понимаем, что речь идет не только о ландшафте, но и о музыке человеческой речи. И, конечно, это ощущение будет подкреплено дальнейшим течением текста. Мы можем найти проблематику художник и мир, искусство и жизнь. И в других новеллах, например, в новелле Тонио Крюгер, которая тоже прекрасно переведена, Тонио Крюгер, 1903 года. И, можно сказать, завершающий этап важных размышлений Томаса Манна на эту тему знаменует, наверное, самая известная его новелла «Смерть в Венеции» 1911 года. Может быть, вы читали эту новеллу, а может быть, вы смотрели, и может быть, вы смотрели прекрасный фильм по этой новелле поставленный. Он так и называется «Смерть в Венеции». Это фильм Лукино Висконти. Потрясающая веха в истории, в истории не только литературы, но и в истории кино. Это, наверное, одна из самых важных новелл в принципе в малой прозе Томаса Манна. Это многим заметно, поэтому часто сборники новелл Томаса Манна так и называют «Смерть в Венеции», называют названием именно этой новеллы, потому что она играет ключевую роль в наследии Томаса Манна. И вообще, если мы будем выбирать какие-то особенно знаковые новеллы вообще в творчестве XX века, я бы непременно включила, да и многие так делают, новеллу «Смерть в Венеции» в этот список. Не зря Висконти потратил такие усилия, чтобы вот такую новеллу завораживающую, в таком же завораживающем фильме читателям, зрителям, вернее сказать, представить. Таким образом, мы постепенно добрались до 1911 года, и мы понимаем, что совсем недолго остается до того, как разверзнется настоящая катастрофа, катастрофа духа, которая надолго останет, оставит, так сказать, шрамы в окружающей человека реальности. Подступает время Первой мировой войны. Это время, которое для немецкой культуры было особенно драматичным. Это время, которое было посвящено переосмыслению представлений о мире, представлений о человеке и об искусстве. Такой смотр ценностей осуществляют многие современники Томаса Манна. Он не был исключением. Многие люди меняют свои взгляды в ходе войны, то есть начинают с каких-то соображений в защиту войны, считая, что она может принести какое-то обновление обществу и так далее, еще какие-то приводить аргументы в пользу войны, в оправдание войны. И потом, в конце концов, огромное количество людей отшатываются от этого ужаса. Даже тех людей, которые с самого начала не заметили, что это чудовищное и губительное явление. Вот Томас Манн был не исключением. Он тоже проделал довольно сложный путь. От оправдания войны, как войны, так сказать, в защиту немецкой культуры против гибнущей цивилизации. Ну, вот такая логика бывает. В оправдании войн она довольно часто встречается. Вот эта логика была присуща некоторое время Тому Суману. И она отражена, например, в его размышлениях о политичном 1918 году. И вот он отшатывается от этой логики сам. Довольно скоро в сторону антивоенную, пацифистскую, к выступлениям в защиту Веймарской республики, прочь от имперского сознания. Вот уже в 1920-е годы его голос звучит совершенно иначе, потому что Томас Манн многое переосмыслил. Вот для того, чтобы это тоже обдумать, мы можем посмотреть на Веймарскую республику и на ее истории, и заметить, что романа «Волшебная гора» точно бы не было, если бы не было Веймарской республики, то есть специфической исторической ситуации, в которой оказался Томас Манн. Мне не хочется в двух словах говорить об этом сложном феномене Веймарская республика. Скажу только, напомню только самые основания. Германия терпит крах в результате войны, за которую она так ратовала. Она терпит оглушительное поражение, в результате которого рассыпается традиционная империя, и части этой империи в дальнейшем живут своей жизнью. На руинах, на обломках империи осуществляются попытки все-таки выстроить некое демократическое государство, которое будет иным, оно будет отличаться от имперского прошлого Германии. И поначалу эти попытки оказываются не очень удачными. Эти попытки потом увенчаются успехом во второй половине XX века, и мы увидим Германию такой, какой мы ее видим во второй половине XX века. Но первые попытки родом из XX-х годов не были особенно успешными. Складывающаяся постепенно республика на обломках империи оказывается ненадежной, многое разрушается, страна покрывается баррикадами, перестрелками. Люди в отчаянии пытаются понять, к кому примкнуть, как быть, что им делать. Для этого им нужно пересмотреть имперское отношение к миру, найти что-то иное. Для этого им нужно вообще пересмотреть свое отношение к миру. Для этого им нужно вообще посмотреть на то, какие бывают отношения к миру. Сделать такой смотр этих представлений, чтобы хоть как-то выбрать, что им самим кажется сейчас наиболее подходящим. В общем, смута, экономическая ситуация оказывается чрезвычайно драматичной, смутные времена. И вот эта Веймарская республика, которая была, которая была Веймарская республика, овеяна надеждами на возможность гуманистического устройства государства, что это получится. Она терпит крах и по лестнице власти, которая потихонечку складывается в этой Веймарской республике. Особенно ни для кого поначалу незаметно. К власти поднимается Гитлер. И уже в 1933 году все переворачивается с ног на голову. И уже горестно вспоминать немцам о том, с чего все это начиналось, с каких надежд. Надежд, которым не довелось воплотиться в жизнь. Веймарская республика была удивительным явлением. Действительно, основные события проходили не в Веймаре. Как водится в Берлине. Но ведь хотелось назвать эту республику в надежде на гуманистические основания культуры. Хотелось назвать ее как-то так, чтобы сразу было понятно, о чем идет речь. И, конечно, вспоминает веймарскую классику. Город Веймар, где жили и дружили два классика немецкой литературы. Гёте и Шиллер. Вы сейчас их видите в качестве памятника. И Шиллер у нас тут представлен вот внизу справа. И Веймар, этот замечательный, замечательный город. Вот она, Веймарская Веймарская республика в идеале, как это видели. Да, это не получилось сразу. Получилось потом, несколько десятилетий спустя. Но люди-то оказались в своих десятилетиях, они жили в этот момент. И им было ужасно важно понять, как правильно обустроить мир, как сориентироваться. И вот именно здесь, вот в этом, Тому Суману хотелось людям помочь. И самому себе тоже помочь. Рассмотреть, какие есть типы отношения к миру. Какие есть представления о мире. Какие из них годятся сейчас. Из тех, что нам достались из прошлого, в том числе из Веймарской классики. Пересмотреть всё это для того, чтобы сориентироваться. Вот что делает Томас Суман с помощью своего романа, опубликованного в 1924 году, с помощью романа «Волшебная гора». И это само по себе начинание. Вполне гуманистическое, в духе веймарской классики. Да, Томас Суман в 20 веке не может написать такой роман, как писали в духе письма Шиллера или Гёте. Но он пытается написать текст, который тоже будет воплощать гуманистическое начало. Текст, который тоже будет призван продлить жизнь гуманизму в его веймарском духе. Да, этот гуманизм претерпит потом страшные времена после 1924 года. И сам Веймар будет чудовищным образом повреждён. И всё это будет потом. Но сейчас в 1924 году Томас Ман чувствует, что надо пытаться объяснить людям то, что ещё можно объяснить и то, что они ещё в 1924 году хотят и могут понимать. А вот что конкретно об этом мы поговорим в нашей следующей лекции о волшебной горе от Томаса Мана. Спасибо вам за внимание и всего доброго. Игорь Негода.